Какая тишина, как хорошо. Ветерочек какой-то средний небольшой. А вы заметили, у нас апгрейд камеры произошел, и теперь ветер не так часто и не так сильно вас бесит. Хотя в целом здесь ветерок, он всегда присутствует, даже когда плюс 50. Плюс 50, друзья, да. К слову говоря, вот здесь было. Дискотека, аква-дискотека, пул-пати. В общем, когда много детей в одном бассейне пищают по очереди, ой, купаются и танцуют. Со взрослой анимацией. Да, ну и взрослые тоже иногда туда запрыгивали. Шарики все убрались, где было все в шариках. Они лопались. Все почистили, что ли? Нет, вот что-то плавает. Плавает, плавает. Это знаете, после шумного вечера с друзьями с утра встаешь и смотришь, что все-таки вечером-то не до конца прибрался. Тем временем у нас классический омлет. В водичку я добавил лаймы. Здесь вот такие лаймы есть, нарезанные пополам. И сегодня сменились оливки. Эти оливки тоже вкусные. Маше они даже больше понравились. Скажу за Машу, пока она жует. А Маша будет кивать. Кроме того, есть вот такая дынька. На самом деле вкусная вот эта вот дынька, но ее перемешивают вот с этой. Поэтому и перемешивают в таком количестве, что их вот буквально чуть-чуть. Отправили только что сына за полотенцем. Дали карточку. Посмотрим, что из этого выйдет. В общем-то, посмотрел сегодня карту. Выяснилось, что соседний отель в два раза больше по территории примерно. Сегодня мы, наверное, туда сходим. Узнаем, расспросим вообще, чем можно пользоваться. Есть мысли, что там нельзя поесть и нельзя выпить. И еще есть мысли, что приходящие из того отеля в этот отель имеют другого цвета браслеты. И им наливают, например, другое пиво. Потому что есть здесь разливное пиво, а нашим никому не наливают. В общем-то, весть из полей. Выяснилось, что есть в этом отеле вино. И белое, и красное. Для тех, кому особое значение имеют напитки, конечно, возьмите в дьютики. Здесь есть где купить, но дороже. Дороже, чем в дьютике. В общем-то, мы отправляемся в соседний отель, посещение которого входит в нашу концепцию. Он считается пятеркой. В гугле он отмечен четверкой. И название его будет вот такое. Порадовать в плане горизонтальности съемки мне вас нечем, потому что у нас нет с собой прибора для калибровки стедикама. Поэтому съемка будет примерно вот под таким углом. Сегодня прям жизнь полным ходом идет. А знаешь, почему? Потому что мы вышли в это время на улицу. Ну, мы и вчера здесь были в это время. Ну, сегодня как-то... Наверное, мы уже прижились здесь. В общем, выход в тот отель находится прямо перед нами. Чтобы сориентироваться, это вам нужно вон из того корпуса, вот по этой дорожечке и пройти вот сюда. Потому что здесь реально теряешься, где море, где другой отель и где свой отель. Ну, и в том числе по своему отелю тоже я до сих пор ориентируюсь не очень хорошо. А сегодня третий или четвертый день. И такое бывает. Посмотрите, здесь просто целый отдельный мир. Вот он, аквапарк. Это да. Тем временем стедикам остудили в морозилке. И он стал более-менее ровный. Ищем, где рестик. И идем, конечно, на обед. Сегодня на бассейне необычно меньше народу, чем вчера или позавчера. Видимо, обед накладывает свой отпечаток. Ну, потому что обед не накладывался. Зато летом работают все бассейны, потому что они нагреваются естественным образом. Тем временем мы пообедали и направляемся в Басик. Маша и Мироха сегодня хотят здесь как следует покупаться. МОМОТИЯ Тем временем мы закончили наш покатушечки. Смотрите, активити происходит. Наконец-то мы увидели всех аниматоров в сборе. Мухаммед, Ахмед, Мухаммед, Мухаммед, Ахмед и Мухаммед. Ну, в общем-то, у нас витамин бар. Макарошки, мирошки, картошка, мирошки и Машки. И кетчуп к макарошкам и картошке. Ну и чуть-чуть попробует Антошка. Невероятно удобно, когда и снаружи висит табличка с твоим номером. Мы дождались моих мужиков и, наконец-то, идем на ужин. Сборы были долгие. Уже стемнело, кстати. Нам пока мы забирали. В общем, у нас под окнами будет сегодня пенная вечеринка. Выгрузили только что надувные шарики, еще выгружают. Сочетание прохладной, приятной погоды сегодня. Отсутствие музыки и вот этот столик, который за вот этим шумом находится, прямо располагает, располагает посидеть здесь, да? Как будто бы хочется посидеть. Тем временем мы заканчиваем собирать чемоданы. Уже практически осталось только закрыть. И такого порядка у нас редко можно увидеть. Ну, можно сказать, что это порядок. Мы идем позавтракать и стартуем наш новый отель. Название этого отеля вы уже в следующей серии, конечно, узнаете. За окном у нас, конечно, солнце, 37 градусов. Ну и, к слову говоря, мы решили поехать в новый отель сразу в купальных принадлежностях. Со мной мои боевые тапки, которые пока еще живы. Ну, а когда помрут, я куплю вновь такие же. Определенно мне этот отель нравится. Тебя как? Да, хороший. Мне нравится сама территория, горки, аквапарк. Питание на ужин здесь хорошее. Ну, я думаю, в принципе, есть нормальное питание. Есть что выбрать. И мне нравится, что еда есть нежирная. Персонал тоже хороший, стараются. Здесь следят за чистотой. Не знаю, как убирать номера, потому что мы не давали это делать. Но когда заехали, вполне был чистый номер. Удобные кровати, я здесь отлично сплю. Очень хорошо работает кондиционер. Анимация старается, тоже работает весь день. Я не знаю, куда они отдыхают. В общем, до ночи работают с утра. Ну, в общем-то, у нас по классике жанра. Это омлет, омлет, дыня. Только у Мироки есть изменения. С сегодняшнего дня он ест более нормальную еду. У нас сегодня красиво получилось на тарелке. Яркие краски. Не перегорелый омлет. Да, здесь может повезти, что омлет не подгорел. И тогда он более-менее нормальный. А так, в основном, подгоревший. И, кроме того, если образуется очередь, то вас не спрашивают, какой омлет делать. И забирайте то, что есть. Направляемся в следующий отель. Спасибо этому отелю за вкусную еду, за хорошую атмосферу. Мы получили то, что хотели. Конечно, этот отель эконом-класса. И напитки здесь соответствуют этому сегменту, что ли. Отличнейшая еда. Наличие креветок в четверке, еще и в Египте, это поразительно просто. Конечно, здесь отличный аквапарк. Большие горки. Это прямо в плюс. Можно купаться не только в нашем аквапарке, но и в соседнем отеле. Много зелени. Посещая соседний отель, это реально бросается в глаза. Конечно, много баров. Ты не будешь сухой ходить целый день. Есть мороженое из автоматов. Они делают его сами. Странный вкус, но такое мягкое мороженое. Неожиданный такой плюс – работа нескольких ресторанов одновременно. То есть, вот этот отель, огромная территория, огромное количество людей, и ты не ощущаешь, что они здесь присутствуют. Потому что как в течение дня рассредоточены по территории, по... По бассейнам многочисленным, которых, наверное, штук 15 здесь, не меньше. Так и во время приема пищи также они рассредоточены по всем рестикам. И каждый уже себе выбирает. Либо поменьше, поспокойнее, либо активнее, побольше. Ну и касаемо моря, касаемо лежаков. Лежаки были не заняты. Очень удобно, что все движухи проходят вот здесь, в одном месте. Тебе не надо искать, где проходят бочи, йога, там, пилатесы, не знаю, куча всяких движей. Все в одном месте, друг за дружкой идет, и это удобно. Каждый для себя сделает выводы, плюс это или не плюс, еду накладывает себе турист сам. Также на территории есть детский клуб, мы, правда, не успели зайти, но мы видели аниматоров, которые днем с детьми гуляют, и видели, как они готовили там пиццы. Ну и кратенько, по минусам пробежимся. Здесь нет моря, ну, на территории отеля, то есть... Да, не надо ехать на автобусе, хотя автобусы ходят постоянно, с этим проблем тоже нет. Да, то, что они могли сделать, они сделали, запустили автобусы. И, в принципе, проблем не было. И туда доехать, и обратно. Но мы туда обычно уходили, потому что с утра пораньше шли пешком. Да, это четверка, и... Люди здесь есть всякие. И хороших людей из разных стран можно увидеть, и, откровенно, быдло можно увидеть также из разных стран. И большущий минус этого отеля – комары. Это прям... Они обрабатывают от комаров, но делают это не так, как, например, в Турции. Если в Турции проходит комариная чистка, то это кварталы цепляют, можно сказать. Ну, вы помните, кто был. Это огромное облако, и оно все нейтрализует за собой. То здесь же это какая-то опрыскалка, и они опрыскивают точечно. В целом, отель среднего уровня. Вот... Цена-качество. Цена-качество – отличное сочетание. Напитки среднего уровня. Еда, я считаю, повыше... Нормально. ...чем... Да, они заявляют. Еда... Точно. Ну, все, на этой хорошей ноте мы собираемся. Ноги в руки, тапки направляем ко входу и вперед в новый отель. Практически сразу у входа встретили такси. Изначально, да, была цена 15, потом 10. В итоге едем за 4. Ну, 4 куда не шло. 2 – это, конечно, уже с нашей стороны наглость, но не умеем мы настолько крепко торговаться. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова